Как говорится, не прошло и года, и вот мы снова возвращаемся в Oxygen Not Included, только вот не в обычный, а в совершенно новый, ведь буквально днях для игры вышло то самое первое дополнение, которое мы так все долго ждали. В нем разработчики добавили довольно много новых механик, построек, ресурсов и прочих вещей, которые по сути должны сильно изменить привычный для Оксигена геймплей. Так что усаживайтесь поудобнее, сегодня мы постараемся все это посмотреть, изучить. Понятное дело не забывайте про лайки, колокольчики, наливайте себе чай, ну и конечно всем приятного просмотра. А тем, кто сейчас кушает, то вам приятного аппетита, я знаю, вас таких много. Сливки? Нет, нет, я люблю когда кофе черный, как мой мужчина. Все мы знаем, что Оксиген довольно сложная игра, в которую, чтобы чего-то додобиться, нужно провести далеко не один день за компом, постоянно в чем-то разбираясь, что-то изучая и так далее. Но, к сожалению, все это вряд ли вам пригодится в реальной жизни. Поэтому сейчас я хочу обратиться ко всем тем, кто, помимо Оксигена, давно хотел заняться программированием, но не знал с чего начать. Да, друг, я говорю именно про тебя. Первый шаг постребной профессии можно сделать с помощью бесплатной школы программирования 21. Тут нет преподавателей, а все обучение происходит полностью оффлайн. То есть ты приходишь в любое удобное время, получаешь задания и начинаешь их выполнять. От самых простых к более сложным. Но если встретил вдруг прямо неразрешимую задачку, то всегда можно спросить у соседа или собрать спонтанную сходку и устроить некий мозговой штурм. Эта методика перекочевала к нам из Франции и доказала свою эффективность в создании программистов с нуля. Тебе не нужны корочки, дипломы, баллы ЕГЭ или опыт работы. Научиться разрабатывать игры и создавать приложения может абсолютно каждый. Чтобы принять участие, достаточно перейти на сайт школы и протить две простых мини-игры на память и логику. В случае успеха тебе придут приглашение на Зимний бассейн. Это месячный оффлайн интенсив перед поступлением в школу. Там ты проверишь свои силы и поймешь, твое это или нет. Опыт реально классный и необычный. Похоже на кодерский Хогвартс. Так что переходи по моей ссылке в описании и записывайся на Зимние бассейны в Казани или в Москве до 15 января. Пусть эта реклама станет тем самым знаком, что тебе пора что-то менять. Ныряй в описание, ну а я возвращаюсь в игру. Короче, во мне сейчас борются на самом деле два совершенно разных чувства. Первое, это круто вышло DLC, куча нового контента. Но тут же подходит вторая мысль. Я не играл в игру полгода и все мои 300 часов, все мои знания, они стерлись. Поэтому у меня есть всего два варианта. Первый, это начать игру заново и познавать все с самого нуля. Ну и второй вариант, это просто загрузить свое старое выживание, которое возможно не работает. Но я попробую. Так, стоп. Ага. Ну все. Второго варианта нет. Так, а если я попробую выключить DLC? Deactivate. Окей. А, вон она что. Ты куда? Нет, не удаляй. Э, отмена, откат. Что это такое? Почему только один? Э, свайп влево, свайп вправо. Оно ничего не меняет. Где мои астероиды? Или это DLC такое? Типа живешь здесь, развиваешься и потом летаешь сюда, летаешь туда. Или я тупой? Ооо, а вот это уже интересно, смотрите. Теперь мы можем не просто рандомить чувачков, а выбирать его специальность. И уже ее рандомить. Так что давайте по стандарту. Наука, копание и готовка. Итак, я покликал кнопок, подобрал нам Макса, Джошуа и Лейру. Первый парень такой чисто на расслабоне, там что-то изучает в своей науке, физике. Вот эти квадрицепсы, квадролейбусы. Что там в математике? Корни, квадраты, вот эти вот... Короче, математика. Наука. Второй перчик у нас занимается копанием. Это такой вот чувак, застенчивый, но зато руки у него, как видите, есть. Значит, копать может. И понятное дело, ты у нас будешь не Джошуа, а Давид. Потому что Давид живет в надыме, он каждый день чистит снег, руки сильные, значит, копать будет очень хорошо. Ну и последний, третий герой, это у нас Лейра. А точнее, Лера. Она у нас что-то там, обжора, какие-то эти, бревно, деревенщина. Как говорится, все персонажи вымышлены, совпадения все случайные. Хотя бы посмотрите, какие тут случайные совпадения, тут все как в жизни. Ну, разве что бутылки пива в руках не хватает. Больница, какая нахрен больница? Вот, вот это я понимаю название колонии. Ссылка в описании, ребят, подписывайтесь на мой твич. Так. В смысле? Нет! В смысле? А как же Лерочка из Давид? Куда засосала игру твою? В чью? В Лерину? Восемь, блядь, часов спустя. Это было очень долго. Вы бы знали, как я долго пытался сделать заново так, чтобы Лера была снова бревном. Это был настолько важный пункт, что на это я потратил более получаса, чтобы мне выпала снова девчонка с навыком бревно. Ой, оксиген, оксиген. Опять мне разбираться во всем этом говне. В прямом смысле. Почему мы находимся в какой-то жижевой стране? Какие-то лопухи подводные, подмочевые. Это шо? Загрязненная жижа. А это шо? Вода. Почему жижа твердая, а вода жидкая? Что-то я не понимаю, почему жижа тверже воды? Так, ладно, давайте разбираться, что у нас нового в DLC. Потому что я так понял, оно работает как? Обычное выживание, обычная игра, просто с огромным количеством новых штук. То есть, DLC для оксигена, это получается такое платное большое обновление. Так, здесь все как прежде. Пацаны, мужики, исследования закрыты, звездный карт. Так, вот, я куда-то кликнул, и здесь какой-то Крайзис-4 образовался. Рекора, это наш астероид. И мы, получается, можем исследовать космос в разные стороны от него. И открывать другие астероиды, космические тела. Ага. То есть, они полностью переделали под DLC механику работы космоса. Ладно, давайте разбираться. Нам в первую очередь нужно что-нибудь раскопать. И построить научную машину, чтобы у нас была возможность посмотреть, что вообще по крафтам, по исследованиям. Что нового. Ой, 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 ой. Все, все. Вся база уже в говне, вы посмотрите. Это загрязненная земля выпадает. А, земля. Э, только что жижа была. Или погоди, или земля и жижа это разные. Так, грязная земля. Грязный кислород. А, вот грязная жижа. Ой, ой. Смотри, они добавили совершенно новую сортировку ресурсов. Мы можем их как-то теперь рассортировать, что ли. Нажать сюда и посмотреть в аду. Посмотреть жижу. Это типа... А как это? В чем смысл этой таблицы? Надеюсь, потом разберемся. Что-то я, ребят, вообще не понимаю ничего. Неужели настолько мало информации в моей голове осталось об этой игре? Кто это такие вообще? Розеточный слизень? Этого точно не было. Это добавили в DLC. Кто ты, брат? Опа. Лерочка. Добрый день. Что? Произошло тут с тобой? Дерево срубили, бревно упало? Господи, Давид. Ты-то какого хрена? Ладно, Лера, ну ты! Тебя что, в надыме не учили, что не надо лезть под сугроб, под... Который... Которого... Под которым... Под которым Лера. О, смотри-ка. А мне открыли новые крафты. Так, мебель, станция. Вот, исследование, наконец-то. Давайте куда-нибудь влепим нам станцию. Вот, сюда. Я буду пока хаотично располагать все наши постройки. Вот, Давид, Давид, тебя хаотично располагать не стоит. Ты задохнешься. Короче, буду пока хаотично располагать наши постройки, потому что все равно в будущем все перекопаю, переделаю, переставлю. Что там надо? Нам нужно подрубить. А подрубить куда? А не, куда? Во! У нас есть ходячие розетки. Вас можно вставить проводок? I don't know. Блин, а реально, а вдруг они каким-то образом могут вырабатывать энергию? То есть мы строим для них ферму, и они туда свои вот эти вот энергоемкости, энергоштуки всякие всасывают. Ну, выплевывают. Стоп, погоди-ка. Джакузи? В смысле, джакузи? Какого хрена мне игра предлагает в самом начале моей игры джакузи? Это же капец как сложно. У меня на 700-м цикле только джакузи открылось. Что мне с ней делать-то здесь? Париться? Там еще какая-то штука торчит. Это что такое? Выход. Так, выход, вход. Вход, выход. Что это за... Окно? Я понимаю, это кусочки чего-то. А оно в целом как назовется? Что-то я не понимаю. Так, ладно. Давайте вот здесь поработаем. Лера, Лера, Лера. Что с тобой? Ты почему упала три раза? Что ты там жрешь? Куда ты все время носит-то? Что ты съела? Блин, похоже, что ты не то съела. Смотри-ка. Все. Прибежала. Ручки помыла. За собой убрала. И на боковую, да? Что, не спится? Запор? Итак. Приступаем к самому интересному. Дерево исследований. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Что-то... Что-то много. Хотя в прошлый раз вроде больше было. А, ты смотри. Тут только синие и фиолетовые. Эти писюльки научные. Тут нету желтых. То есть это пока не полное дерево этих исследований. Давайте посмотрим, что у нас вообще по базе данных есть. Какие новые постройки. Вот. Станция кислородных масок. Транспортировка газов. Так. Это... Ну это я так понял, что-то... Что-то более простое, чем экзокостюмы. Вот он. Как раз модуль атмокостюмов. Модуль реактивных костюмов. И потом модуль свинцовых костюмов. И еще какая-то станция масок. А, ну вот. Смотрите, нашел. Атомный коллайдер. Типа, теперь вместе... Вместо обсерватории, этого самого телескопа, у нас атомный коллайдер. В котором мы будем получать рыженькие кусочки изучения науки. Опа. Ты погляди на это. Дружище. На самых начальных этапах исследований уже есть двигатель на углекислом газе. Какой-то еще маленький бак. Грузовой контейнер. То есть мы можем строить какие-то микроракетки. Которые, я так понимаю, можем отправлять на самые ближайшие астероиды. Либо отправлять их на другие части этого самого астероида. То есть, допустим, смотрите. Нам нужно отсюда добраться куда-то вон туда. Или как это работает, я не понимаю. Потому что я типа в трейлере видел, что есть маленькие ракетки, которые можно запускать. Но это все, что я знаю. Так, давайте дальше. Это все было, это все было, это все тоже было. А, смотри, они помечены желтым. Типа оно новое. Да, вон. Spaced out. Загружаемый контент. То есть нам даже не нужно смотреть и изучать. Просто достаточно взглянуть одним глазом. Вот они, все эти новенькие крафты. Так, что там еще? Осадочный пресс. Грузовой резервуар. Так, это все грузы, ракетный порт. Все для микроракет, короче. Вот, еще одна штука. Телескоп. Блин, на самом деле прикольно. Столько много космического нового оборудования, которое связано именно с дополнением, которое позволяет летать нам куда-то. Всякие штуки, штуки. Это все с ракетами, это все с ракетами. Сахарный двигатель. Можно конфетки топить, плавить и лететь на этой силе. Конфетный. Конфетная тяга. А, ну и все. В принципе, я достал до конца. Тут одни ракеты, кроме вот этого. Переносной станок. То есть, мы, получается, можем построить собственный биопринтер где-то на другом астероиде. И там печатать вторую колонию. И позже, я так понимаю, между этими двумя колониями настраивать экономическую сеть. И выстраивать экономику не только на одном астероиде, а на всей вот этой вот области. Настраивать транспортировки грузов, переселяться туда-сюда, отправить пару дубликантов туда, обучить их там что-то, отправить сюда. Там добыл нефти, перекачиваешь ее сюда, здесь за счет нефти работает что-то, а там за счет газа что-то работает. И ты отсюда газ, туда отсюда нефть. Все вот так вот, паутина из астероидов получается такая. Тормозим. Погоди. Это, как понимать? В смысле, в него реально можно вставить розетку? Типа, можно прямо всунуть вилку. Ну, в разъем. Погоди. Давай воткнем, раз такое дело. Давайте, подрубаем. Чубайс, ты и так без кровати, ну-ка. Как тебя разбудить-то? Эй! Чубайс! Ах ты какой проворливый дружок, я понял. Да, все? Пропало? Да, пропало. Он только ночью, когда спит, позволяет пробраться к его вилочке своей розеточкой. То есть, чисто теоретически, можно построить какую-то комнату, где все будет в проводах, пускать туда воздух, чтобы они дышали, питались, чем они там занимаются. И таким образом, это будет комната, которая вырабатывает электричество. Какое-никакое. И да, почему Чубайс работает не руками, а головой? Так не надо. Ты с надыма, чувак, не забывай об этом. Тебе запрещено раб... Где я? Куда я зашел? Тебе, дружок, совершенно противопоказано делать шо-то, кроме копания снега. Ой, как же много всего вспоминать. Надо в этом оксигене. А то, знаете, как-то неправильно получается. Человек, который умный, он бегает на колесе. А чё, какой-то Чубзик с надыма работает этим... Умным, короче, работает. Ты с надыма, чувак. И ты не Чубайс, кстати, ты Давид. Какого хрена я тебя Чубайсом назвал? Чубайс, это новенький. Не понял. В смысле? Чубайс. Чубайс не может выносить вид чужих коленок. Это типа... Погоди, это... Кто у нас в шортах? Кто у нас? Ну, вроде никто не в шортах. Тебе должно быть комфортно. Где улыбка на лице? Давайте, наверное, немного осмотримся по сторонам, потому что... Я уже нашел джакузи, возможно, что-то еще найду. Ледной биом, вон еще одна комната. Блин, в этом DLC намного больше разных... необычных комнат. Здесь не просто биомы. Возможно, и астеро... А, о, это конец уже! Здесь астероиды более маленькие. Это очень классно. Прям прикольно. Вот, и это тоже уже конец. Он супер маленький. Шо это за клопы? Сахожук. Вспышка блаженства. Что? В смысле? Интересный. Очень даже интересный перевод. Так. О, это что такое? Телепортный приемник. Это принимающая сторона. Работающая остатки замысловатой системы телепорта. Типа, эта штука может телепортировать что-то куда-то? Ну, звучит логично. Но что и куда? Дело в том, что пока я отходил покушать, в игре успело выйти обновление. И теперь, когда мы начинаем новую игру... У нас ничего не зависает, и мы можем нормально выбрать астероид. То есть, начав в игру чуть позже, я бы мог играть на нормальном астероиде. А не в жижи калой. Каловый... Каловый... Не в каловой жижи. Но это еще не все. Ведь помимо нового астероида, начального, в игру добавили новую генерацию мира. То есть, все наше выживание на вот этом зелененьком обрубке, оно теперь другое. Ну, у нас старое, как и было. А вот если начну заново, все будет по-другому. То есть, наше выживание уже не актуально. Так вот вопрос. Стоит ли нам продолжать это выживание? Зная, что в любой момент разработчики могут снова перелопатить всю генерацию, либо другие механики игры. Просто дополнение все-таки пока в раннем доступе. И такое обновление может быть не первое, не последнее. То есть, мы с вами начнем выживание. Я сниму 10 серий. И на 11 мы начнем все сначала. Потому что обновление, новая генерация, все по-новому. Согласитесь, не самое приятное, что может произойти. Как для меня, так и для зрителей. Потому что на моем канале уже и так много серий по Оксигену. А тут опять все начинает с самого начала. Потому что запоролись сейвы. Короче, не знаю, стоит ли именно сейчас начинать снимать Оксиген. Возможно, стоит подождать, пока он выйдет в полный доступ. Чтобы не было проблем с сохранениями. В любом случае, дополнение интересное. И рано или поздно мы с вами обязательно в него поиграем на канале. Если, конечно, за все это время вам Оксиген не надоел. Потому что на моем канале уже очень много серий. Игру мы прошли. Все изучили. Короче, получается два варианта. Первый. Мы с вами начинаем играть, но позже. Когда дополнение выйдет уже в полный доступ. Чтобы не было проблем. Ну и второй вариант. Мы просто не начинаем выживать. Если вам вдруг игра надоела. Это мы уже посмотрим по просмотрам, по лайкам, по вашим комментариям и так далее. Но это касается лишь видосов по Оксигену. Как бы не забывайте, что я посовместительствую еще и стример. Поэтому смотреть на то, как мы будем развивать нашу колонию. Вы сможете прямо на этом канале. На прямых трансляциях по Оксигену. Первый такой стрим будет завтра в 15.00 по Москве. А именно 21 декабря. Ну а если вы вдруг не успеете на стрим, то на моем втором канале можно будет посмотреть его запись. Поэтому, господа, жду вас на стримах. Переходите также на мой твич. Там тоже проходят стримы. Просто немного по другим играм. Тем более, если вы не знали, то у меня на канале сейчас проходит новогодний конкурс. В котором как раз таки нужно подписываться на мой твич. Короче, тут долго объяснять. Просто посмотрите мою прошлую серию по арку. Там в конце видео все сказано. Подробно о конкурсе, о призах, как участвовать, как побеждать. Я думаю, я все достаточно конкретно объяснил по Оксигену. Не должно возникнуть вопросов. Если у кого-то в комментариях возникнут, то уткните их лицом в конец ролика. Потому что я знаю, это обычно все скипают. А потом спрашивают, а почему новых серий нет? Короче, спасибо всем за просмотр. Не буду больше затягивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Стэк. Всем удачи, всем пока. Увидимся на стримах и в следующих сериях.